Дневной разворот 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 главы города, не даже на роль заместителя председателя городской думы. Как бы ему это, я понимаю, и не нужно, потому что есть люди, у которых влияние не выражается в каких-то функциях, в какой-то должности. То есть ему достаточно быть депутатом и, так сказать, держать руку на пульсе. Присутствовать в городском парламенте. И решать свои проблемы, пользуясь тем, что Единая Россия. Николай, я думаю, что мы завтра, в четверг уже по итогам сегодняшнего первого заседания городской думы тоже устроим большой эфир. Думаю, что соберем представителей уже нынешней гордумы, пригласим в эфир или позвоним им по телефону. Будем приглашать к беседе наших слушателей. Наказы будем собирать в новом главе городскому. Но это все будет завтра. Сегодня рубрика «Урбан». И сегодня она посвящена будет следующей теме. На самом деле, ровно неделю назад, в среду, вы вместе со Светланой и Занько, вы говорили о том, собственно, как же нужно использовать территорию бывшего КВАТУ, которую по заверению губернатора Игоря Васильева передало Министерство обороны в областную собственность. Собственность в Светлевской области. Да, речь шла об этом. И так как в интервью Игоря Владимировича получилось две темы рядышком, да, то есть он говорил об обустройстве этой территории, о том, что предполагается определенное такое обсуждение с жителями города, как ее оптимальнее и лучше использовать. А территория там большая, напомню. Территория там большая. Очень большая. То есть один из наших спикеров сравнил ее с территорией поселка микрорайона Радужный. То есть представляешь себе, да? Не больше, не меньше. Не больше, не меньше. Вот именно столько по площади. Так что места там много, разместить там можно много всего интересного. Мы как раз говорим о том, что там должно быть. И получилось так, что буквально рядышком, да, в этом же интервью Игорь Владимирович сказал, что городу Кирову необходима большая концертная площадка. А давайте прямо процитируем, что же он сказал 18 сентября в интервью нашей радиостанции. Пока у нас нет большой площадки концертной для гастрольных выступлений крупных коллективов, где могли бы собираться несколько тысяч людей. Между тем, наша публика одна из самых благодарных. Поэтому открытие серьезной концертной площадки в Кирове с качественным оборудованием для большого количества зрителей это одна из задач, которая должна стоять перед нами в первую очередь. Николай может продолжить. Да, тогда регион будет иметь возможность включаться в гастрольные туры многих больших, в том числе международных коллективов. Для этого можно задействовать частное государственное партнерство и привлечь крупных инвесторов. Так вот он сказал. Интересная идея. Интересная. Мы всерьез озадачились ей и собрали такой приличный пул спикеров, которые будут высказываться по данной теме. У нас в течение двух сегодняшних часов. Ну, надо сказать, что в первом части у нас все будут по телефону. Ко второму часу к 12 будем ждать в гости Руслана Мамедова, художественного руководителя творческого объединения «Кировконцерт», продюсера Шумена. Он непосредственно отношение к концертной деятельности имеет и к тем коллективам, которые приезжают с выступлениями в наш город. Итак, что же за вопрос? Нужна ли действительно нам новая концертная площадка, большая, на несколько тысяч человек, как сказал губернатор региона? И как быть с действующими домами, дворцами культуры, концертными площадками? Ты как раз вспомнил эфир прошлонедельный, прошлую среду. Как раз одна из слушательниц, которая позвонила, она очень, скажем так, с огромной какой-то озабоченностью говорила о состоянии тех площадок, которые сейчас существуют, в том числе вот этих бывших советских домов культуры. А у нас они все советские, дома культуры. У нас современная Россия ничего не построена. Современная Россия уже как бы в последнее время нет, но, скажем так, если брать там дом культуры Родины или новый ДКЖД, они все-таки такие, ну, как-то уже более переходного периода. Ближе к 90-м? Ближе к 90-м, да. Ближе к 90-м. То есть вот эти вот старые именно советские здания, которые до сих пор являются какими-то культурными центрами, вот их состояние вызвало очень большую ее тревогу. В общем, проблема, на наш взгляд, она очевидна. Я, насколько понимаю, если неправильно сейчас скажу, то можете меня поправить. У нас три в основном концертных площадки, три основных концертных площадки, где выступают приезжие звезды, приезжие музыканты, актеры в том числе. Ну, во-первых, это дворец культуры Родины. Да, мы по афишам. Чаще всего, потому что там большой зал. Это филармония, которая была построена в 58-м году. В январе, кстати, 60-летие будет отмечать наша советская филармония. Ну, и в-третьих, это Гауди. Бывший кинотеатр Победы, который был построен еще в 50-е годы прошлого века. Я бы добавил еще из-за дня рождения цирк. А, цирк, да, действительно. Цирк, очень вместительная площадка. Ну, он просто в таком, в понимании-то, в общем, он, в первую очередь, ассоциируется именно с цирковыми коллективами. Ну, не только. Потому что, когда приезжают люди, которым нужно просто максимально заполнить зал, то в цирке самое большое число посадочных мест, скажем так, в этом плане. А уж, ну, хотя, конечно, говорить о том, как все это в цирке, ну, вот насчет органов обоняния, там, осязания, конечно, это очень сложно. Итак, Кирову нужны новые концертные площадки, а существующие нас уже не устраивают. Вот такая тема сегодня в рубрике «Урбан-211-101». Будем ждать ваших звонков и будем тихонечку сейчас начинать набирать наших спикеров. Марину Юсупову, начальник управления Куртуля администрации города Кирова, мы хотим попытать на сей счет. Но я должен сказать, что был звонок мной, сделанный министр культуры, исполняющим обязанности министра культуры Кировской области Андрею Борисовичу Скальному. Андрей Борис сейчас находится в отпуске. Не стали мы его тревожить, но обязательно надеюсь, что он выскажется. Когда он вернется, обязательно, я думаю, что это та тема, которая непосредственно его касается. И наш телефон доступен вам, и в том числе вы можете заходить на наш сайтах кирова.ру. И на нашу страницу ВКонтакте там есть опрос следующего содержания. Существующая в Кирове концертная площадка, о которых мы говорили, филармония, дома культуры и тому подобное. Меня полностью устраивают первый вариант ответа. Я могу пояснить, как автор опроса. Меня полностью устраивает. Ну вот все нравится. Да все нормально. Заходишь, публика, обстановка. Нет, ну нет, у человека, как говорится. Все мелочи, фойе, уборные места и так далее. Второй вариант, это все-таки скорее устраивать, чем нет. То есть есть какие-то претензии, но на них можно глаза закрыть. А в целом хорошо. Да, в целом хорошо. Не устраивает, вообще не устраивает. Ну тут понятно. Понятно, да. И я не знаю, я туда не хожу, но понятно, что кто-то туда и не ходит. У нас есть какие-то показатели? Да, есть, конечно же, немалое количество человек проголосовало, в частности, на странице нашего ВКонтакте. Удивительно, но ВКонтакте лидирует вариант ответа. Не знаю, я туда не хожу, 40% выбрали именно этот ответ. Ну ведь это же может быть следствием, скажем, третьего варианта ответа, да? Тот человек когда-то сходил, а потом понял, что, наверное, больше не стоит. Да, а на втором месте у нас по популярности вариант скорее устраивают, чем нет. То есть понятно, что есть какие-то недочеты. И видны они публике, приходящей на концерты, в том числе в эти заведения. На третьем месте вообще не устраивают, 24%. Довольно таки много, да. Да, ситуация на нашем сайте, эхакирова.ру, следующая. На первом месте варианты ответа вообще не устраивают. Ну что, мы угадали с темой-то, в общем-то. Стоит такая проблема. Стоит такая проблема. Очевидно, потому что если вот зайти, да, вот в один из этих, кого мы перечитали, да, мы еще забыли Авангард у нас, помнишь, был такой. Дворец молодежи. Да. Областной дворец молодежи. Дворец культуры. С Норвейской 19. Дворец культуры, про тех образования, в свое время, когда был маленький, это был вполне нормальный дворец культуры, очень красивый. Что интересно, ведь смотри, Володь, все эти здания, на самом деле, построены по индивидуальным проектам, они очень красивые. Они очень симпатичные. Ну, безусловно. Если их привести, условно говоря, в первоначальный вид. Ну, надо отдать должное советским архитекторам. Они с большим пониманием, с большим профессионализмом подходили к этому делу. Это здание, это здание имеет какое-то отношение к культуре. Сразу понятно, это такое небезликое. Смешение стилей. Сейчас, когда смотришь... Советская современность на тот момент, какие-то классические черты. Тем более заметно, когда вот это здание, скажем, если взять тот же авангард, я просто недавно рядом проходил, когда эти вот колонны, да, вот это вот прекрасная такая вот. И половина ступенек, которые заменены деревянными досочками, да, то как-то вот насчет культуры уже возникает определенное сомнение, да, потому что, ну, это просто выглядит диссонансом жутким. Вот. Мы сейчас поговорим с Мариной Юсуповой, начальником управления культуры администрации Кирова, и узнаем ее мнение, личное, возможно, профессиональное по этому поводу. Марина Александровна, добрый день. Здравствуйте. Да, добрый день, рада приветствовать вас. Ну, давайте начнем с той темы, которую поднял Игорь Васильев в нашем эфире. Большая концертная площадка на много тысяч человек нужна ли, на ваш взгляд, нашему городу? Да, вы знаете, я когда вот это услышала, я просто обрадовала систему и коллеги, что в первый день инаугурации губернатор говорит именно об этом. Это было за день до инаугурации. За день до инаугурации, но это не имеет большого значения, да. Это было первое интервью после избрания, скажем так. Да, да. Конечно, концертная площадка у нас нужна. У нас есть, конечно, муниципальные дома культуры, есть профсоюзные, вот как Родина до сих пор, она профсоюзный дом, дворец культуры. Но там тоже, хоть это самый крупный дворец, там всего 900 мест. И соответственно, где-то на концерты дорогие. И если у нас будет такой концертный зал, конечно, упакованный по последнему слову техники, если будет это большой, то и жители города выиграют, и творческие коллективы, и к нам в город будут приезжать коллективы интересные. То есть было бы замечательно. То есть вы тут прямую связь видите, да, прямую выгоду для горожан, для зрителей, для слушателей. И чем больше зал, тем дешевле билет возможен, да? Ну, и билеты дешевле, и возможностей больше, потому что если это будет сейчас строиться, а не 50 лет, все наши дворцы построены 50-60 лет назад. Но основная масса, да. Да, они, конечно, обновляются, и техническое оборудование все равно сейчас уже техника далеко вперед шагнула. И когда мы делаем какие-то большие городские мероприятия, филармонии, театральные площади, то мы арендуем современный звук, светодиодные экраны. А если в этом зале будет все, это будет замечательно. Но, Марина Александровна, ведь вопрос такой. Здание будет большое, обслуживание будет довольно-таки дорого стоить. Надо, чтобы оно постоянно функционировало, чтобы там постоянно были аншлаговые какие-то мероприятия. Как конвейер работал, чтобы выкупаемость. А в городе с населением в полмиллиона человек, насколько это реально, как вы думаете? Ну, я, конечно, не знаю, как будет какие-то подчиненности для областного городского мероприятия. Но я думаю, что оно бы не пустовало, это точно. Это точно. Марина Александровна, хочется еще узнать ваше мнение. А как вы, наверное, личное отношение к тем мероприятиям, которые далеки от культуры проходят в этих заведениях? Например, выставки, например, распродажи какие-то. Мы знаем прекрасно, что там одежду, медикаменты, еще какие-то вещи продают. Но мы понимаем, что это, собственно, вынужденное дело для... Зарабатывают деньги как-то. Да, берут плату за арендную плату. Но все-таки я знаю, что многих жителей города, но это как-то вот коробит уж так, если честно, говорить об этом. Ну вот приходишь, а там продают что-то. Ну, перед тем, как ты зайдешь в концертный зал, ты проходишь через вот... Не-не-не, я имею в виду, не обязательно. Не в день концерта, а, например, с утра там... Ну, почему там же постоянно мероприятия проходят? Проходят какая-то распродажа. Ну, вы знаете, вот если честно мое мнение, я, конечно, к этому не очень хорошо отношусь. Если это в разумных пределах, а не постоянно, потому что в некоторых наших дворцах культуры, конечно, не в муниципальных, постоянно из-за них пахнет колбасой, рыбой. В общем, я думаю, что это не есть хорошо, но это опять же потому, что, наверное, у нас в городе нет каких-то площадей, каких-то выставочных, потому что ведь вот проводятся конференции, там всякие выставки, и нужны большие площади. Вот, поэтому идут в драмтеатр, идут в филармонию, я думаю, драмтеатру тоже это не нравится, когда такая выставка проходит, в общем, в храме искусства. Но выживать культуру надо, сами понимаете, поэтому... То есть это такая вынужденная мера. А вот эту большую концертную площадку, представьте, да, такую огромную, вот неужели люди не захотят использовать для этих же целей? Представьте, да, вот тут они делают выставку на крылечке у филармонии, там мало людей, а тут огромная площадка, ну что ж не заплатить, не провести такую же штуку? Она не превратится в такое же вот, в что-то такое торговое? Ну, в торговую точку. Да, 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 в огромную и красивую. Нет, я думаю, что должно быть все, опять же, в разумных пределах и не сразу вот на стадии строительства должны обсуждаться вот все эти вопросы. Какие площади, под что, они могут пригодиться? И может быть, это вот сейчас, знаете, такие строят, он и торговый центр, и культурно-спортивный, вот какой-то такой комплекс, может, это будет. И, соответственно, под одной крышей будет несколько направлений деятельности работы для людей. Просто губернатор как раз говорит, что это можно сдействовать механизм частно-государственного партнерства, там привлечь крупных инвесторов, у инвесторов уже понятно, что первый интерес-то коммерческий, то есть им кождание должно все время отбивать деньги. Отбить свои взрослые, да. Причем ежедневно. Я, наверное, думаю, что это возможно только вот на таких условиях, потому что... Ну, потому что... Еще последний вопрос, Александр. Да-да, в управление культуры поступают некие сигналы, некие жалобы от жителей города именно на концертной этой площадке, на Дома культуры. Которые существуют сейчас. Ну, что-то им там не нравится, да, какие-то бытовые вещи. Что-то просят изменить. Да нет, нет, собственно, жалоб у нас таких вот их нет. Мы просто, мы сами знаем, что нам нужно усовершенствовать и изменять, и над этим постепенно, конечно, работаем. Я уже говорила, что наши Дома культуры, они построены 50-60 лет назад. И все, что мы можем, мы обновляем, но возможностью бюджета городского... А вообще, велики ли бюджеты, деньги, суммы, которые ежегодно на муниципальные Дома культуры выделяются? Ну, я сейчас сразу эту цифру не скажу. Ну, это, ну, как можно, вот это скромные деньги, это, ну, приличные... Это скромные деньги. Скромные, скромные очень деньги. А здания, которые построены, они требуют, конечно, серьезных Да, вот у нас Дворец культуры «Космос», самый крупный муниципальный дом. На Пугачёво. На Пугачёво. Все мы видим, как он в садах обучается. Вот на следующий год мы будем реализовывать проект поддержки местных инициатив по благоустройству территории. Очень хочется там сделать, типа, семейного парка около. Значит, ну, нам, конечно, очень нужно ремонт зрительного зала, приведение его в соответствие вот современными требованиями. Но пока это не получается. Мы стараемся делать для безопасности. То есть, чтобы у нас крыши не текли, чтобы он без безопасности, антитюроритики, скажите, все, пока вот мы на этих работаем больше. То есть территория... Ну и параллельно решаем творческие задачи. Территория вокруг «Космоса» в рамках проекта поддержки местных инициатив планируете сделать, да? Да-да-да. Мы таким там парк семейный отдыхает. Спасибо большое. Благодарим вас, Марина Юсупова, начальник управления культуры и администрации нашего города. Нам пора уже небольшой перерыв сделать. Мы очень скоро продолжим. Урбан. Программа о городских проектах. Вот настала пора в Урбане обсудить то, как наши выглядят концертные площадки, дома, культуры. Устраивают ли они нас сейчас или не устраивают? Соответствуют ли они современным требованиям? Ну, я забегая чуть вперед скажу, что у музыкантов тоже большие претензии к нашим концертным площадкам. Огромные. Огромные претензии, в том числе и по качеству оборудования, которое предоставляется, по сцене. По акустике, по сцене. По акустике и так далее. И когда хорошие команды приезжают. Но у нас сегодня будет на связи музыкант, Николай Донецкий, в частности. Правильно ответила Марина Юсупова, что многие команды просто в маленькие залы не едут. Так, если говорить о том, кого мы еще будем подключать к нашей беседе, 211-101, напоминаю, конечно, номер нашего телефона, вы, наши слушатели, можете тоже дозвониться и высказаться. У нас в списке спикеров и архитекторы, и строителей. Вот сейчас, наверное, строитель, застройщика, вернее, мы сейчас выслушаем. Это Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская». Дмитрий Валерьевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Говорим мы о современных домах культуры нашего города, и вам, как застройщику, сразу же вопрос. Вас устраивает вообще, как это выглядит, как они выглядят, исходя из требований каких-то современных застройки городской? А просто с точки зрения эстетической, вам лично нравится, как выглядят наши действующие? Филармония, Родина, ДК железнодорожников, вот все это, если их вкупе брать. Дмитрий Валерьевич. Здесь, наверное, я бы разделил на две части вашего вопроса. Это то, что было построено в таком классическом стиле, да? Советском. Классика, она остается классикой. А вот по внутреннему наполнению, по функционалу, я думаю, что да, это постройки там 70-х, 80-х годов прошлого века, и в сегодняшний момент они, конечно, не отвечают тем требованиям, которые бы жители нашего города хотели в них увидеть. А что хотели бы видеть жители города? Я думаю, что это больше возможностей по трансформации. То есть сегодня это может быть показ видеофильмов, завтра может быть концерт, послезавтра спектакль. А через неделю это может быть выставка, а может быть еще какое-то мероприятие, о котором я даже на сегодняшний момент и не могу сказать. То есть такая полифункциональность использования, то есть территория может использоваться очень по-разному. Это позволяет. А старые здания этого не позволяют? Ну, реконструировать старое здание иногда стоит гораздо дороже, чем производить новое. Это с одной стороны, с другой стороны, есть здания градообразующие, то есть внешний объект настолько гармонично вписывается в наш город, что его фасад трогать нельзя. А внутренность, да, то есть недавний пример, когда реконструкция Большого театра в Москве, да, то есть судите, а там крыло фасадов ничего не осталось. Вся внутренняя начинка была поменена. Дмитрий Валерьевич, губернатор Васильев, говоря о новой концертной площадке, многотысячной, сказал, что возможно задействовать частного государственного партнерства в этом деле, то есть найти частного инвестора. Вот вы прекрасно зная, понимая, что сейчас представляет собой строительный рынок, вы считаете реалистичным этим, эти планы, найти частного инвестора, который вложится в строительство нового объекта. Строил бы большую концертную площадку, на много тысяч мест. Да, и какие условия? Я думаю, что это не застройщик, это отдельный бизнес, это шоу-бизнес, да, то есть здесь должны быть другие люди, не связанные, может быть и связанные, а может быть и не связанные с строительством. А вот как вы считаете, вот просто такой вопрос на вскидку, где бы в Кирове могла бы разместиться такая большая, именно огромная концертная площадка? Нет, вот на такой вопрос я не готов посвятить. То есть у вас не представлялось себе никак это, да? Ну, мы этими планами не были озадачены, поэтому... Нет, ну просто вот как житель города, вот вы все равно же там в культурный досуг как-то проводите, куда-то ходите. Да, вы сами-то куда-то ходите, Дмитрий Валерьевич. У вас есть претенды? В последние выходные я побывал в цирке с ребенком и в ДК Родина. Ну вот. То есть вот как-то вот даже с точки зрения логистической скажем, вам бы было удобнее, где это, чтобы находилось? Ну, у нас, наверное, не может быть там 3-4 таких больших площадок, если они такие вот мега-большие, да? То есть это будет одна. Скорее всего, одна будет. И по заступности она должна быть расположена, может быть расположена в любой части города, потому что мероприятия, которые там возможно будут проводиться, они будут притягивать всех жителей. То есть нельзя привязать к какому-то району города. Дмитрий Валерьевич, если бы вы поучаствовали в нашем вопросе, существующие в Кирове концертные площадки, ну, Дама культуры, полностью вас устраивают? Скорее устраивают, чем нет? Вообще не устраивают? Ну, не знаю, я туда не хожу, отметаем вариант. Полностью устраивают или скорее устраивают? Ну, скорее устраивают. Скорее устраивают. Скорее устраивают, чем нет. Есть недочеты, но можно потерпеть. Хорошо, спасибо большое. Но нужно их исправить. Можно их исправить. Да, это более оптимистичный прогноз. Действована такая позиция, активная. Хорошо, спасибо большое, Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская». До рекламы мы, я думаю, еще успеем набрать одного специалиста. Это Сергей Котов, руководитель архитектурной мастерской Котов ИК. Архитекторы тоже хотели спросить, собственно, про внешность и про внутреннюю убранство этих заведений. И как это огромное заведение может быть вписано в нашу как раз. Вот еще один аспект очень серьезный, о чем сейчас Дмитрий Валерьевич упомянул. Ведь Киров активно разрастается, последние много лет уже вширь разрастается. Чистые пруды, ну, всем знаем эти микрорайоны. Практически во все стороны. И чиновники, да и мы, общественность, тоже больше сосредоточены на обсуждении таких проблем, как объекты здравоохранения, их отсутствие частичное. Ну, понимаешь, в любом случае, да, они появляются, но их надо гораздо больше. Детские сады, школы, вот открытая в Зиновых школа впервые за 20 лет. Ну, а что, а дома-то культуры еще не надо строить в этих микрорайонах? То есть то, что нельзя отменить, абсолютно нельзя отменить, это здоровье и образование, да. Получается так, что культура выстраивается где-то третью, четвертую очередь уже. Но мне кажется, рано или поздно местные жители, они поднимут вопрос. Потому что когда у нас тут есть огромные районы, где вообще нет никаких объектов культуры. И нужно, извините, переться в центр города, чтобы попасть на концерт. А еще переться в этот город, сейчас сам понимаешь, и надо добраться до него, там пробки везде, потому что доедешь. Ну, да. Кстати, я почему спросил насчет логистической доступности, что это тоже важно, где расположится вот этот вот огромный вот этот, не знаю, как его назвать, там, Дворец искусств или что-то еще там, концертное. Дворец искусств. Ну, если говорить... Я помню, у нас про театр оперы и балета не так давно при прошлом губернаторе говорилось. Ну, вот я тоже хотел, кстати, с этого начать, да, что прошлый губернатор тоже отметил нехватку концертных площадок, но почему-то решил, что... Он видит театр оперы и балета. Да, он решил, что должен быть театр оперы и балета. И, кстати, вот тогда что же, во что разговор уперся, что театр построить-то можно, но ведь потом его надо содержать, надо содержать артистов, надо вкладывать большие деньги в постановки, во все, откуда все это возьмется, если даже сейчас у нас, как говорят, деньги довольно скромные выделяются, да? А если появляется еще один объект, то его все равно надо как-то финансировать. Давайте поговорим с Сергеем Котовым, руководителем архитектурной мастерской КОТ-ФК. Сергей Владимирович, добрый день. Добрый день. Да, пару минут, хочется, чтобы ваше четкое мнение прозвучало. И так вот, существующие дома культуры, они вас устраивают как специалиста, профессионала, архитектора? И в каком направлении нужно менять, как-то модернизировать? Да нет, они уже устарели. Устарели? Сносить, что ли, их? Дом культуры — это, ну, как бы наше коммунистическое прошлое. Они создавались для того, чтобы там не было интернета, не было кинотеатров, недостаток. Люди приходили по кружкам, занимались. Но в кружках-то ведь и сейчас занимаются. Вот их назначение в основном-то было. Это не концертные площадки, так что... Хорошая концертная площадка, сами понимаете, это транспорт, это большие объемы. Там обязательно вокруг должна быть огромная парковка, безусловно, трассы обеспечены, подъезд, отъезд. У современных заведений культуры такого нет? Нет, ну сейчас, конечно, нет. В таком количестве, по крайней мере. Да. И что же с этим делать, Сергей Владимирович? Ну, я говорю, вот у нас тут единственное место, я считаю, оно очень хорошее и устраивает во всех отношениях. Это вот перекресток Карла Маркса и профсоюзный. Тут овраг такой замечательный. Ой-ой-ой, там некогда общественность встала и не дала строить. Делывается она, да. Мы в свое время подтягивали туда торгово-промышленную палату, как бы хотели сделать комплекс многофункциональный. Но и были планы, чтобы задействовать и остальной овраг. Там, если сделать развязку... А то есть вы имеете в виду территорию, которая вниз уходит, овраг который, да? Да, да. А, вот эту часть. Развязка между Карлом Марксом и улицей Ленина, вот как бы здесь, она бы частично и с моста бы раздрузила, помогла. И вот, вы внимательно, если посмотрите на транспортную схему, доступность этого места со всех сторон, что из-за реки, что со стороны Чепецка, что со стороны Агитека, то есть она очень удобная. И с центра города тоже, да. Основные трассы все подходят. А то, что овраг не смущает, это естественный рельеф, в котором, вы понимаете, с комфортом можно разместить все... Оркестровая яма такая. Да, оркестровые ямы, технические сооружения. Мало того, стоянка там многоуровневая может получиться хорошая. И если поработать с этим участком хорошо, использовать хорошие современные конструкции, там вот, ну, то же самое зарядится, помните, да, там стеклянные какие-то вещи перекрывают. А, Сергей Владимирович, а вот так вот, с точки зрения профессиональной, вот эта вот, ну, условно говоря, почва в овраге и так далее, она не препятствует строительству такого рода больших объектов? Нет, а там что? Если мы уберем, как бы, сверху осадки, я говорю, как бы, накроем все это, разведем, отведем воздух, там, кстати, проблемы у нас есть на профессионализме с этой водой заодно, и проблемы эти все решим. То есть, такой объект, он не должен неудобства в городе доставлять, он наоборот должен, как бы... Должен, да, должен, наоборот, быть удобным. Помогать нам какие-то вещи лучше сделать, как бы... То есть, и проблему леплевки заодно там решится? Да, я говорю, многоуровневая развязка с Ленина, которая могла бы уйти на Карла Маркса, там, возле территории из кожи, и вот это все огромное пятно задействовать. Ну, не состоялся, допустим, торгово-промышленная палата в сквере, ну, давайте сквер тогда, хотя бы, пускай поработает на... Дружинников тыла, он сейчас носит, на этот комплекс. Ну, сквер, вот, как бы, рядом с этим комплексом, тоже нормальное, вполне соседство. Да, 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 почему нет. Кстати, отлично, да. А как же, а как новые районы? Там нужно ли возводить такие объекты? Новые районы? Да, я не... Микрорайоны города. Они у нас больше такие сами, мы их сами называем, спальные. Да. Вот, далеко, это самый, как бы, доступ транспортный у нас не совсем хороший, как бы, к этим районам. Можно, конечно, заречную часть рассматривать, но это когда еще у нас состоится она? Ну, там и сейчас уже транспортная доступность почти нулевая, по утрам пробки, там, километровая. Вот, не ждите, допустим, что я назову, там, территорию хвату. А мы не ждем, не ждем. А мы не ждем. Транспортная проблема та еще. Ага. В этих, в Абрабях наших, которые вот туда... За ссоры, которые, да. Там, в политической части города, там, вообще никуда нас не помнит. На которые, якобы, были грандиозные планы совсем недавно. Ну, вот там, да, судеоно-трудовой резервы, еще что-то такое. Вот, вроде бы, да, но опять как туда добираться. Вот, это опять ухудшение ситуации, которая сейчас есть. Спасибо. Спасибо большое. Благодарим Сергея Котова, руководителя архитектурной мастерской КОТФК. Мы продолжим нашу беседу 211-101, а сейчас реклама. Урбан. Программа о городских проектах. Кирову нужны новые концертные площадки, а существующие нас уже не устраивают. Знак вопрос. Это тема сегодняшней программы Урбан. И у нас новый спикер на связи Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров». Анатолий, добрый день. Да, добрый день. Хотим узнать и ваше, в том числе, мнение. Тут прозвучала уже точка зрения и застройщика, и руководителя городского управления культуры, и архитектора. Итак, существующие дома культуры. В том виде, как они есть. Насколько они плохо, на ваш взгляд, Анатолий, или насколько хорошо их доступность, формат их деятельности, он устраивает вас? Ну, существующие дома культуры, которые есть, и у которых есть хозяин, они, я думаю, что довольно хорошие. А это какие? Анатолий, а вы сами довольно так часто, редко посещаете такого рода. Объекты, скажем так, дома культуры, дом народного творчества, скажем, ДК Родина, что-то вот такое. Бываете? Ну, у меня двое детей, и, естественно, я хожу на секцию в космос, на танцы, на развитие. Сам я довольно часто раньше ходил в ВДМ. Областной дворец молодежи. О, господин, да. Да, ВДМ. Да, ВДМ. Бывший авангард. В Вороте, в концерте, ну, там, конечно, довольно все печально, по-моему. В каком смысле? Ну, я думаю, что они могли бы немножко получиться с состоянием своего зала. А что, ВДМ разве зал очень хорош, Толь? Ну, там же других целей, там же они проводят мероприятия. Ну, там и спектакли бывают? Ну, на спектакли я не ходил, я ходил на какие-то встречи, на бизнес, на лекции развивающие. И там, собственно, не нужна та акустика, как для концертов. А, то есть, с точки зрения акустики, как бы, Родина не устраивает? Ну, да. Ну, это уже, как бы, вопрос такой технический, мне кажется. Ну, и субъективный, наверное, все-таки. Очень большая степень субъективизма. Ну, хотя, да, конечно, есть. А вот, ну, сама атмосфера, вот вы заходите там, там, вот как внутри там все, обшарпано, не обшарпано, красиво, не красиво. Сейчас вот обшарпано. Нет, ну, как помнишь, нам вот как раз в ту среду звонила слушательница, она же гневно говорила, там, заходишь в этот дворец культуры, там, то ли, там, пахнет, да. Вот такого рода вещи они, как бы, не напрягают, Толь? Ну, в принципе, это привычно. Мы ходим по нашим улицам, и, собственно, они тоже такие же обшарпаны. А, ну, то есть, как бы, это не выпадает из общего пейзажа, да? Да, это все нормально. Да, что вы это слово-то подхватили, обшарпано. Ну, если это есть, так что же делать? Анатолий, еще вопрос, да, вот то, о чем заявил губернатор Васильев, большая концертная площадка на несколько тысяч человек, имеет место быть, на ваших словах? Нужна она вообще городу? Я думаю, что если город хочет развиваться, то она крайне необходима. Потому что для областного центра, для полумиллионного города, площадка, где, ну, сейчас у нас нет площадки, где могут быть более тысячи зрителей одновременно. Ну, только цирк, там чуть более тысячи. Ну, цирки вообще можно не рассматривать этот концерт. Да, ладно, там Назарет выступал, и ничего, не задохнулись. Я туда на группу «Звери» ходил давно. Да, Лен Фьюз там пел, тоже не задохнулся нормально. Я думаю, что рекомендуется цирка, ну, не правдар, наверное, тех средств. Вообще цирк — это отдельная история. Ну, цирк — это отдельная история. Васильев говорил о том, что, ну, вот в таком виде, да, запущенном находится, хотя мог бы стать центром международной цирковой культуры. Ну да, почему нет? Отличное здание как бы изначально было. Так, большая площадка — это же более низкие цены на билеты. Более высокий уровень культуры в итоге. Это больше возможности для всех каких-то звезд, которые сейчас влетят ему, потому что им большие гонорары. — Хорошо, спасибо большое, Анатолий Курбатов, руководитель, координатор движения «Красивый Кирилл». — Я вот не успел не спросить, куда же он разместил бы эту площадку? — Куда бы разместили площадку? А может быть, наши слушатели хотят? — Ну да, то есть те, кто звонит, тоже там высказывайтесь по этому поводу. — Сергей Владимирович Котов озвучил территорию. — Кстати, очень интересная мысль мне на самом деле. — Карла Маркса Ленина, да? — Нет, там Карла Маркса с чем там у нас получается? — Там Свобода. — Там Карла Маркса профсоюзная. — Профсоюзная. А, ну да. — Да, Карла Маркса профсоюзная. Я имею в виду квартала Карла Маркса вниз. — Да, стрелка, да. И вот там вот то, что уходит вниз, а враг. Там, по-моему, там только частный сектор сейчас. — О нем недавно ведь писали, что там тоже вопрос уже решен, что эти дома ликвидироваться будут. — Ну, они, безусловно, они должны ликвидироваться. Там понятно, что там дома-то в ужасном состоянии все. Ждем еще звонков. 211-101. Нам редактор пишет, что слушатели, возможно, есть. Хотя мы хотели еще музыканта сейчас набрать. — Ладно, 211-101. Ждем ваших звонков. Еще раз напоминаю, что есть у нас опрос на странице ВКонтакте и на нашем сайте Кирова.ру, существующие в Кирове концертные площадки. Вас устраивают? Скорее устраивают, чем нет? Вообще не устраивают? Или вы затрудняетесь с ответом? — Да, вы туда не ходите. — По-прежнему на странице ВКонтакте на первом месте варианта ответа не знаю. Я туда не хожу, но чуть поменьше процент стал. 37, было больше 40. На втором месте скорее устраивают, чем нет. И вообще не устраивают. На связи у нас... На связи у нас слушатель. Алло. — Добрый день. — Добрый. Вас зовут Надежда, мы помним. — Надежда, да. — Да, убавьте, пожалуйста, радиоприемники. У нас минуты всего лишь есть. Слушаем вас. — Ну, я против строительства концертного зала. — Варума. — Серовчане у нас небогатые люди. Они не могут позволить несколько тысяч за билеты. Если построят большой зал, он будет пустовать. — Ага. — Ну и... — Поэтому против. — Вам лично-то что? — А мне это не нужно. Мне хватает концерта посмотреть телевизор. Вот Кобзон выступал, отличный концерт. Зачем мне идти и тратить деньги? — Кто выступал? — Иосиф Давыдович? — Кобзон. — А, Кобзон, да. То есть вы в те дворцы культуры, которые у нас есть, не ходите? — Нет, не хожу. В молодости ходила, а сейчас думаю, и для чего это? Я могу все так в телевизоре увидеть, и бесплатно. — Ну, все-таки живьем-то ведь интереснее. — Да, ну, то же самое. — Да? — То же самое. — Ну, вот тоже позиция интересная. — Прям вы разбили сейчас в пух и брах все наши мечты. — Все наши мечты о новом концертном зале. Шутка, конечно. — Шутка, шутка. Нет, это мнение, нормальное мнение, оно имеет место. Имеет право на существование, да. — Да, спасибо. 211-101. Вот так незаметно завершается первый час программы «Урбан». Мы продолжим беседу уже после 12.05. Точно так же можете нам звонить. У нас еще большой список экспертов, специалистов по этой теме. Будем ждать у нас в гости непосредственно Руслана Мамедова. Ну, я думаю, что через минуту наши коллеги из нашей службы новостей расскажут последние новости. В том числе о том, что сейчас происходит на первом заседании городской думы, первого созыва. Я, честно признаться, краем глаза слежу в ноутбуке, что там происходит. Вот наши коллеги из «Бизнес новостей» организовали даже онлайн-трансляцию. Действительно, сегодня туда прибыл к 11 глава региона. И СМИ писали о том, что именно из-за него и перенесли. Даже на два часа попозже сегодня начали заседать депутаты. Обычно они в 9 утра стартуют. Это сегодня в 11. Вот я смотрю уже из этой онлайн-трансляции. И Елена Васильевна Ковалева выступила со своим словом. И Владимир Вениаминович Журавлев, кандидат от «Справедливой России» на пост главы города. В общем, там так активненько. То есть дело уже, собственно, к выборам приближается. Единороссы, пишут наши коллеги, шутят и чувствуют себя хорошо. А что бы нет. У них 23 мандата. Хорошо, новости впереди. Не прощаемся. До встречи через 20 минут. Урбан. Программа о городских проектах.